Артур Конан Дойл Этюд в покровых тонах Часть вторая Страна святых Глава четвертая Побег На следующее утро после разговора с мормонским провидцем Джон Ферье отправился в Солт-Лейк-Сити и, найдя знакомого, который уезжал в горы Невады, вручил ему письмо для Джефферсона Холпа. Он написал, что ему угрожает неминуемая опасность и что крайне необходимо, чтобы он приехал поскорее. Когда Ферье отдал письмо, на душе у него стало легче и, возвращаясь домой, он даже повеселел. Подойдя к ферме, он удивился, увидев, что к столбам ворот привязаны две лошади. Удивление его возросло, когда он вошел в дом. В гостиной весьма непринужденно расположились двое молодых людей. Один, длиннолицый и бледный, развалился в кресле-качалке, положив ноги на печь. Второй, с бычьей шеей и крупным отутловатым лицом, стоял у окна, сложив руки в карманы и насвистывал церковный гимн. Оба кивнули в ошедшему Ферье. «Вы, вероятно, нас не знаете», — начал тот, что сидел в кресле-качалке. «Это сын старейшины Дреппера, а я Джосеф Стенджерсон, который странствовал с вами в пустыне, когда Господь простер свою руку и направил вас в лоно истинной церкви. Как направит он всех людей на свете, когда придет время, но самым голосом подхватил второй. У Бога для праведных места много», — Джон Верье холодно поклонился. «Он догадался, кто они, эти гости». «Мы пришли», — продолжал Стенджерсон, — «просить руки вашей дочери, для того из нас, кто полюбится вам и ей. Правда, поскольку у меня всего четыре жены, а у брата Дреппера семь, то у меня есть некоторые преимущества». «Ничего подобного», — брат Стенджерсон, — воскликнул Дреппер. «Дело вовсе не в том, сколько у кого жен. Главное, кто сможет их содержать». «Мне отец передал свои фабрики. Стало быть, я теперь богаче тебя. Зато виды на будущее у меня лучше», — запальчиво возразил Стенджерсон. «Когда Господь призовет к себе моего отца, мне достанется его кашевинный завод и дубильня. Кроме того, я старше тебя и выше по положению. Пусть девушка выберет сама», — усмехнулся Дреппер, любуясь своим отражением в зеркале. «Мы предоставим решать ей». Джон Верье слушал этот разговор у двери, гибя от злости и еле сдерживая желание обломать свой хлыст о спины гостей. «Ну вот что», — сказал он, шагнув вперед. «Когда моя дочь вас позовет, тогда и приедете». «А до тех пор я не желаю видеть ваши визиономии». Молодые мормоны остолбенело воззрились на хозяина. По их понятиям, спор за девушке был высочайшей честью и для нее, и для ее отца. И с этой комнаты два выхода продолжал Верье через дверь и через окно, которое вы предпочитаете. Ярость, исказившая его лицо и украшающий поднятый кулак, заставили гостей вскочить на ноги и поспешно обратиться в бегство. Старый фермер шел за ними до дверей. «Когда договоритесь, кто из вас жених, дайте мне знать», — с издевкой сказал он. «Ты за это поплатишься», — выкрикнул Стенджерсон, повелев от злости. «Ты ослушался провидцей совет четырех и будешь раскаиваться в этом до конца своих дней. «Тяжело тебя покорает, тесница божья», — воскликнул Требер-младший. «Мы сотрем тебя с лица земли. Еще посмотрим, кто кого», — взревел Верье и бросился было за ружьем, но Люси удержала его, схватив за руку. А за воротами уже слышался стук копыт, и Верье понял, что их теперь не догнать. «Ах, подлые ханши!» — бронился фермер, одирая за лба пот. «Да лучше мне видеть тебя, мертвый, чем женой кого-нибудь из них». «Я тоже предпочла бы умереть, отец», — твердо сказала девушка. «Но ведь скоро приедет Джефферсон». «Да, теперь уж скоро, и чем скорее, тем лучше. От них всего можно ожидать». И в самом деле, мужественный старый фермер и его приемная дочь сейчас отчаянно нуждались в заведении помощи. Среди мормонов еще не было случая, чтобы кто-нибудь оказывал открытое неповиновение старейшинам. Если даже мелкие проступки карали столь сурово, чего же мог ждать такой бунтарь, как Верье? Он знал, что ни положение, ни богатство его не спасут. Люди, не менее известные и застоятельные, чем он, внезапно исчезали навсегда, и все их имущество переходило к церкви. Верье был далеко не труслив, и все же он трепетал, думая о нависшей над ним таинственной, неизвязаемой угрозе. Любую явную опасность он встретил бы, не теряя присутствия духа, но его страшила неизвестность. Он скрывал этот страх от дочери и делал вид, будто все происшедшие сущие пустяки. Но любовь к отцу сделала ее прозорливой, и она подмечала все оттенки его настроения и ясно видела, что ему сильно не по себе. Он знал, что Янг возмутится его поведением и призовет его к ответу, и не ошибся, хотя это случилось совершенно неожиданным образом. На следующее же утро он, проснувшись, с усумлением обнаружил маленький квадратный листок бумаги, пришпиленный к одеялу прямо у него на груди. Крупным размашистым почерком на нем было написано «На искуплении вины тебе дается 29 дней, а потом...» Тире было страшнее всяких угроз. Ферье тщетно ломал голову, стараясь догадаться, как могла эта бумажка попасть к нему в комнату. Слуги спали в отдельном флигеле, а все окна и двери дома были накрепко заперты. Он уничтожил бумажку и ничего не сказал дочери, но сердце его охладело от ужаса. 29 дней оставалось до конца месяца, то есть срока, назначенного Янгом. Какое же мужество, какие силы нужны для борьбы с врагом, обладающим такой таинственной властью? Рука, приколовшая к его одеяло записку, могла нанести ему удар в сердце, и он так и не узнал бы, кто его убийца. На другое утро ему стало еще страшнее. Сидя с ним за завтраком, Люси вдруг удивленно вскликнула и показала на потолок. Там, на самой середине, было выведено очевидно обугленной палкой число 28. Для Люси это было загадкой, а Ферье не стал ей ничего объяснять. Всю эту ночь он просидел с ружьем в руках, не смыкая глаз и навострив слух. Он ничего не увидел и не услышал, но утром снаружи на двери появилось число 27. Так проходил день за днем, и каждое утро он неизменно убеждался, что незримые враги ведут точный счет, и где-нибудь на виду обязательно оставляют напоминание о том, сколько дней осталось до конца назначенного срока. Иногда роковые цифры появлялись на стенах, иногда на полу, а то и на лесках бумаги, приклеенных к садовой калитке или к доскам забора. При всей своей бдительности Джон Ферье так и не мог обнаружить, каким образом появлялись эти ежедневные предупреждения. Каждый раз при виде цифр его охватывал почти суеверный ужас. Он потерял покой, исхудал, и в его глазах стоял тоскливый страх, как у затравленного зверя. Его поддерживала ежедневная надежда на то, что вот-вот из Невады примчится молодой охотник. Число двадцать постепенно сократилось до пятнадцати, пятнадцать до десяти, а от Джефферсона Хоупа все не было никаких вездей. Количество оставшихся дней таяло, но Хоуп не появлялся. Услышав на улице стуконских копыт или огонь гвозчика, погонявшего лошадей, старый фермер бросался к воротам, надеясь, что наконец-то пришла помощь. Но когда цифра пять сменилась четверкой, а четверка тройкой, он совсем пал духом и перестал надеяться на спасение. Он понимал, что один, да еще плохо зная окружающие горы, он будет совершенно беспомощен. Все проезжие дороги тщательно охранялись, и никто не мог выехать без пропуска, выданного советом четырех. Куда ни поверни, нигде не скрыться от нависшей над ним смертельной опасности. И все-таки ничто не могло поколебать его решение скорее расстаться с жизнью, чем обречь свою дочь на позор и бесчестие. Однажды вечером он сидел один, уйдя в мысли о своей беде и тщетно стараясь найти какой-нибудь выход. Утром на стене дома появилась цифра два. Завтра последний день назначенного срока. И что будет потом? В ображении смутно рисовала ему всякие ужасы. А дочь, что будет с ней, когда его не станет? Неужели нет способа вырваться из этой паутины, плотно облепивших их обоих? Он уронил голову на стол и заплакал от сознания своего бессилия. Но что это? До него донесся легкий скрипущий звук, отчетливо слышный в ночной тишине. Звук этот шел от входной двери. Ферье прокрался в прихожую и напряженно прислушался. Несколько секунд полной тишины. Затем снова тот же чуть слышный и словно бы вкратчивый звук. Очевидно, кто-то потихоньку постукивал пальцем по дверной филенке. Быть может, ночной убийца, явившийся, привести в исполнение приговор тайного судилища? Или это напоминание о том, что наступил последний день отпущенного ему срока? Джон Ферье решил, что мгновенная смерть лучше мучительного ожидания, которая стерзала его сердце и заставляла трепетать каждый нерв. Бросившись вперед, он выдернул засов и распахнул дверь. Снаружи было тихо и спокойно. Стояла ясная ночь. В небе ярко переливались звезды. Фермер оглядел маленький, огорошенный решеткой садик перед домом. Ни там, ни на улице не было ни души. Облегченно вздохнув, Ферье посмотрел направо и налево. И вдруг, случайно опустив глаза, увидел прямо у своих ног ничком распростертого на земле человека. Ферье в ужасе отпрянул к стене и схватился за горло, чтобы подавить крик. Первой его мыслью было, что человек на земле ранен или мертв, но тот вдруг быстро и бесшумно, как змея, пополз по земле прямо в дом. Очудившись в прихожей, человек вскочил на ноги и запер дверь, затем обернулся. Изумленный фермер узнал жесткое и решительное лицо Джефферсона Холпа. «Господи!» — задыхаясь, — приснес Джон Ферье, «как ты меня напугал! Почему ты явился ползком?» «Дайте мне поесть!» — прохрепел Холп. «Твой суток у меня не было во рту ни крошки!» Он набросился на холодное мясо и хлеб, оставшийся на столе после ужина, и жадно поглощал кусок за куском. «Как Люси?» — спросил он, удалив голод. «Ничего!» — она не знает, в какой мы опасности, — ответил Ферье. «Это хорошо. За домом следят со всех сторон. Вот почему мне пришлось ползти. Но как они не хитры, а охотника из Бошу им не поймать!» Почувствов, что теперь у него есть преданный союзник, Джон Ферье словно переродился. Он схватил загрубевшую руку Холпа и крепко стиснул. «Таким как ты можно гордиться!» — сказал он. «Немногие прескнули разделить с нами такую беду!» «Что верно, то верно!» — ответил молодой охотник. «Я очень вас уважаю, но по чести сказать, будь вы один, я бы даже дважды подумал, прежде чем завать голову в это осиное гнездо. Я приехала за Люси, и пока Джефферсон Хобб ходит по земле, с ней ничего не случится. Что же мы будем делать? Завтра последний день, и если сегодня не скрыться, вы погибли!» «В Орлином ущелье нас ждут две лошади и молд!» «Сколько у вас денег?» «Две тысячи долларов с золотом и пять тысяч банкнотами!» «Достаточно!» «У меня примерно столько же!» «Надо пробраться через горы в Карсон-Сито!» «Разбудите Люси!» «Хорошо, что слуги спят не в доме!» Пока Ферье помогал дочери собираться в путешествие, Джефферсон Хобб собрал в усилок все съестное, что нашлось в доме, наполнил глиняный кувшин водой, Он знал по опыту, что в горах источников мало, К тому же они находятся далеко один от другого, Едва он закончил споры, Как явился фермер с дочерью, уже одетой и готовой отправиться в путь, Влюбленные поздоровались пылко, но торопливо, Сейчас нельзя было терять ни минуты, А дел предстояло еще много! «Мы должны выйти немедленно», — сказал Джефферсон Хобб, Тихо и твердо, как человек, сознающий, насколько велика опасность, Но решивший не сдаваться. За передним и черным ходом слетят, Но мы можем осторожно вылезти в боковое окно и пойти полями. Выйдем к дороге, а оттуда всего две мили до Орлиного ущелья, Где нас ждут лошади. К рассвету мы проедем половину пути через горы. «А что, если нас задержат?» — спросил Ферье. Джефферсон похлопал по рукоятке револьвера, Торчащей из-под его куртки. «Если их будет слишком много, То двух-трех мы возьмем с собой», — Мрачно усмехнулся он. В доме потушили свет, И Ферье из темного окна поглядел на свои поля, Которые он покидал навсегда. Он давно уже приучал себя к мысли о том, Что эта жертва неизбежна. Честь и счастье дочери были для него дороже утраченного состояния. Вокруг стояла безмятежная тишь, Чуть слышно шелестели деревья, Широкие поля дышали покоем, И было трудно представить себе, Что где-то там притаилась смерть. Однако, суть по бледности и суровому выражению Лица молодого охотника, Пробираясь к дому, Он видел достаточно, И был осторожным не зря. Ферье взял мешок с деньгами, Джефферсон Хоу, Скутный запас еды и воду, А Люси — маленький сверток с несколькими дорогими И ее сердцу вещицами. Очень медленно и осторожно, Открыв окно, Они подождали, Пока черные тучи не наползла на небо, Закрыв с собой звезды, И тогда один за другим, Спустились в маленький садик. Пригнувшись и задаив дыхание, Они прокрались к забору, И бесшумно двинулись вдоль него к пролому, Выходившему в пшеничные боли. Внезапно молодой человек толкнул своих спутников в день, И все трое дрожа приникли к земле. Жизнь в прериях развела у Джефферсона Хоу по острый рысий слух, Едва он и его друзья успели растянуться на земле, Как в нескольких шагах раздался сунывный крик горной совы. В ответ послышался такой же крик где-то неподалеку, И тот чаша в проломе, Куда стремились беглецы, Возникла неясная темная фигура. Опять тот же жалобный условный крик. Из темноты выступил второй человек. Завтра в полночь произнес первый, По-видимому, начальник, Когда трижды прокричит козадой. Хорошо, — ответил второй, — Сказать брату-треперу, Скажи ему, а он пусть передаст другим. Девять к семи. Семь к пяти, — сказал второй, И они разошлись в разные стороны. Последние слова, очевидно, были паролем и отзывом. Когда шаги их затихли вдали, Чафферсон вскочил на ноги, Помог своим спутникам пройти через пролом И побежал по полю, Поддерживая девушку и почти неся ее на руках, Когда она выбивалась из сил. Скорей, скорей, — То и дело шептал он, задыхаясь. Мы прошли линию часовых. Теперь все зависит от быстроты. Скорей! Попав, наконец, на дорогу, Где идти было легче, Беглецы зашагали быстрее. Лишь однажды им кто-то попался навстречу, Но им удалось вовремя броситься в поле, И они остались незамеченными. Не доходя до города, Охотник свернул на узкую каменистую тропу, Ветшую в горы. В темноте над ними маячили Две черные супчатые вершины, Разделенные узким ущельем. Это и было Орлиное ущелье, Где беглецов ждали лошади. С бесошибочным чутьем Джефферсон-Хоуп провел своих спутников Между огромных валунов И затем по высохшему руслу потока К огромному месту среди скал, Где были привязаны верные животные. Девушку усадили на мула. Старый велье со своим мешком Сел на одну из лошадей, А другую же Джефферсон-Хоуп, Взяв под узцы, Повел по грудой обрывистой тропе. Это был трудный путь для тех, Кто не привык к природе В самом первобытном ее состоянии. С одной стороны на тысячу футов вверх Стымалась огромная скала, Черная, суровая и грозная, С длинными базальтовыми столбами Вдоль отвесной стены, Похожими на ребра окаменевшего чудовища. С другой стороны, Обрыв и дикий хаос внизу, Нагромождение каменных клыб И обломков, По которым ни пройти, ни проехать. А посередине беспорядочно Петляла тропа, Местами такая узкая, Что ехать по ней можно было Лишь гуськом, И такая скалистая, Что одолеть ее мог Только опытный наездник. И все же, Несмотря на трудности и опасности, Беглецы воспрянули духом, Ибо с каждым шагом Увеличивалось расстояние Между ними и той страшной Деспотической силой, От которой они пытались спастись. Однако вскоре им пришлось убедиться, Что они еще не совсем ушли Из-под власти святых. Они доехали до самого глухого места На всем пути, Как вдруг девушка испуганно Вскрикнула и указала наверх. Там над самой тропинкой На темной скале Четко выделялся на фоне неба Силуэт одинокого часового. И в ту же минуту Часовой заметил их И над бессмолвным ущельем Прогремел оклик. «Кто идет?» «Путники в Неваду» Отозвался Джефферсон Хобб, Хватаясь за ружье, Лежавший поперек седла. Часовой, Сведя курок, Вглядывался в них сверху, Видимо, Не удовлетворенный От ведома Хобба. «Кто дал разрешение?» Спросил он. «Священный совет четырех», Сказал Ферье. Живя среди мормонов, Он знал, Что совет четырех Представляет собой Высшую власть. «Девять к семи!» Крикнул Часовой. «Семь к пяти!» Быстро ответил Джефферсон Хобб, Вспомнив подслушанный В саду пароль. «Проезжайте с Богом!» Сказал голос сверху. Со сторожевым постом Дорога стала шире, И лошади перешли на рысь. Оглянувшись, Путники увидели Одинокого человека, Который стоял, Опершись на ружье, И поняли, Что благополучно миновали Краницу страны Избранного народа. Впереди их ждала Свобода.